Всем привет, дорогие друзья! С вами Зекрэгги, и сегодня я хочу порекомендовать вам свой YouTube-канал. Я снимаю разные видео по Майнкрафту на таких режимах, как Bat Wars, Sky Wars, Murder Mystery и многое другое. Все мои видео приятны для глаза, а главное, они сняты в самом высоком качестве. Каждый мой ролик хорошо отмонтирован, поэтому вы сможете легко себе поднять настроение. Ну что, ребят, надеюсь, я вас хотя бы немножко заинтересовал, поэтому, если вам не сложно, перейдите по ссылочке в описании на мой канал и посмотрите хотя бы чуть-чуть мои видосики. Я уверен, вам понравится. Огромное спасибо за внимание и желаю вам приятного просмотра. Всем доброго времени, суток, уважаемые зрители и подписчики моего канала. С вами снова Домастер, и сегодня мы вместе с вами, ребятки, поиграем в Murder Mystery на сервере HyPixel. И мы поиграем не в обычный Murder Mystery, а в ассасинов, наемников. Наемников, потому что мне они нравятся сейчас больше, чем классические. Не знаю, почему люди до сих пор играют в классических, там, в принципе, не такое уж и большое обновление, а вот в наемниках играть интересно. То есть тут ты не можешь быть каким-то бесполезным иннокентием, да, ты здесь стопутово кого-то убиваешь, это должно быть тебя, и постоянно такая интрига сохраняется. Хотя обычно сто убирают обычный Murder Mystery. Ну ладно, погнали, поиграем в наемников. Мне наемники нравятся больше, вы напишите в чатике, что вам больше нравится. Обычный классический Murder Mystery, детектив, убийца и остальные 14 овощей, ну то есть обычных иннокентиев, которые ничего не могут, в принципе, сделать, кроме как собирать молок и убить маньяка, но это бывает не так часто. Вот, либо же вам нравятся наемники, где все постоянно пытаются друг друга убить. У всех есть одна цель, и кто-то является целью другого человека. По-моему, это реально круто, и поэтому этот мини-режим заслуживает сегодняшней серии, ребятки. Погнали, погнали. Начинается у нас игра, небольшие какие-то пролаги, мне это не нравится, надеюсь, мне сейчас не кикнет. Надеюсь, мой пинг меня не подведет. О, сразу же кучу золота собираю, кого мне нужно убить, и... Мне нужно убить эту девочку. О, она же только что здесь была. Да, это она. Сразу же ее убивала, она сразу же поняла, что я пытаюсь ее убить, но ничего с ней не сделала. Окей, у меня есть стрела, а мне нужно убить Конора, чувака в голубом. Кто же хочет убить меня? Может ты? Нет, не ты. Может ты? Нет, не ты. Кто же хочет убить меня? Это самый главный вопрос сейчас, потому что пофиг на того, кого должен убить я. Его может убить другой, а тот, кого должен убить он. Но кто же должен убить меня? Это очень важно, мне страшно. Мне страшно, знаю, может уже идти убийца по битам. Я не слышу, как бьется сердце. Когда убийца будет рядом, будет очень сильно громко биться сердце. Пока что его рядом со мной не было. То есть, ну, чувак зеленый, но в любой момент он может смениться. Так вот, эта девочка, может, она ее может убить? Нет, нет, нет. Меня Ромбоводит пишет личку удачи. Не знаю, мне эта девочка пугает реально, которая бежит сюда. Мне кажется, она пытается меня убить. Ромбоводит мне пишет удачи, он, видимо, знает, что я играю. Смотрите, вот мои чуваки на хайпикселе, мои сагильдерцы. Мои подписчики прямо преданные уже сразу же пишут мне. Так, это не он меня пытается убить, не белый парень. Так, мне сейчас еще нужно убить Конора, да? Парня в голубой такой штуке. У меня уже три стрелы. Три стрелы, это круто. За три золота можно купить щит, я ни разу его не покупал. Давайте его купим. Три щита, да? Ох, это круто. Три щита, это реально круто. Может, не нужно убить тебя? Не думаю. Сердце не бьется. А вот и Конор. Он кого-то прирезал. Я убил его. Отлично. То в следующем я цель. Чувак в красном. Сначала был чувак в синем. То есть в голубом, теперь чувак в красном. Я же не хотел ехать. Ой-ой-ой, куда я поехал? Куда я отправлюсь? Это не он. Поехали, поехали отсюда, быстрей. Вот этот чувак голубой хочет меня убить. Чувак голубом хочет меня убить, понял? Чувак в темном синем пытается меня убить. Теперь я это знаю. Мне нужно убить чувака в красном. Чувак в темном синем пытается меня убить. Он еще жив? Да, мне кажется, он еще жив, чувак в темном синем. Он вовремя уехал, ему повезло. Повезло или мне повезло? Вот он. Чувак в темном синем, он бежит. Я кидаю нож, я его убиваю. Отлично. Изи. Изи, изи, изи. У меня три убийства. Где же ты красный черек? Где же ты красный мальчик? Человек в красном, где же ты? Нас осталось четверо. То есть, скорее всего, шанс, что я должен кого-то убить. Или меня тут хочет убить очень высокий. Где же противники? Карта. А, карта показывает, что все три противника где-то там. Ну, пофиг. Пусть они друг с другом дуэлиц. И я могу выиграть, даже сейчас никого не убивая. Это будет вообще круто, потно. Круто, потно. А, это красный меня там ждет, смотрите. Я его убил! Ха-ха! Победа! И барьеры даже не понадобились. Ну что ж, это гудгейм, ребятки. Поехали. Следующая карточка. Попробуем сейчас так же круто заточить. Ну, всего четыре убийства, конечно, не так много. Но, в принципе, я считаю неплохо. Да, интересно все-таки, что же вам больше нравится. Или же наемники, как мне. Или же все-таки старый Мардер Мистери. Ммм, вот их же буду считать комментарии ваши. Но, наемники очень крутые. Карты, конечно, то, что они карты, для того или другого оставили не на коме, это странно. Ну, пойдем. Эта карта мне нравится с дорогой. Холливуд называется. Мне нравится, что здесь такая дорога широкая. На Кристалликсе была такая же карта, но чуть поменьше. На Кристалликсе была она хуже, чем эта. Это явно лучше. О-о-о! О, ошибка, ошибка, ребят. Надо было его ударять, я просто думал в него кину. Я просто не увидел этого чайника. Ну, окей. Окей, 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 это такая быстрая игра. Мы скажем, что даже ее и не было. Даже ее и не было. В архиве сейчас, кстати, будем играть. Его вроде никак не меняли. Но он неплох, он неплох. Так, началась игра. Я просто скипнул немного начала. Потому что хотел пить чайку, чтобы этого не слышали. Так, ну что ж. Три, две, одна, ноль. Кого нужно убить? Сэм. Сэм с такими серыми волосами. Серая девочка. Вот эта надпись Sam Rules. Очень сильно отвлекается, честно. Она очень сильно меня отвлекает. Это не она? Это не она. Просто на секунду показалось, что похоже на нее. Так, главное, чтобы сейчас я не стал чьей-нибудь целью. Такой прям жесткой. Потому что я уже могу быть чьей-то целью. I like burgers. Чувак умер. И последнее предсмертное слово сказал I like burgers. О, кто-то забежит. Ты меня пытаешься убить? Да! Я ее убил, я ее убил, убил. По своей тактике. Отступаешь, убиваешь. Вот моя тактика. Это Сэм. Я должен ее убить. На! Все, минус Сэм. Теперь моя следующая цель. Это голубая девочка. Голубая девочка. Окей, голубая девочка. Где же ты? Моя маленькая голубая девочка. Осталось три игрока. Так быстро. Да почему? Вы видели? Вы видели? Меч не вылетел. Я начал кидать меч, и она отменилась. Я должен был здесь выиграть. Я должен был здесь выиграть в этой игре. Но меч почему-то не полетел. Ну, этот Блейз Рот. Ну, это какой-то баг странный случился. Но, окей, я проиграл. В принципе, все честно. Я проиграл. Не буду говорить, что я прям профессионал, профессионал. Но меч почему-то не вылетел. То есть там уже почти до середины дошла полосочка. И он отменился. А потом я еще раз ее запустил. Она еще раз до середины дошла. Ну, там меня уже девочка убила. Обидненько. Обидненько. Немножечко обидненько. Но ничего страшного. В принципе, я неплохо начал. Почти выиграл. Сэм убил красивый из лука. Вот. Кого я должен бить? Конора. Опять как Конор, голубой парень. Я на этой карте постоянно его найти не могу. Он здесь как ниндзя-стелсовик. Так, Конор. Какие-то мечи уже летают. Жесть. Кто из них мой убийца? Нет. Никто из них мой не убийца. Конор, он голубой. Голубой. Не темно-синий. Он голубой. Хорошо. Я такой черный. А, вот и Конор. Да, боже. А, я его убил. Лол, я его убил. Теперь я должен бить голубую девочку. Сначала голубого мальчика, теперь голубую девочку. Что же не так... Знаете, голубых так везет, а? Голубеньких убиваю сегодня, ребятки. Голубеньких. Ой, сердце дергается. Это зеленая моя убийца, скорее всего. Да, я ее и убил. Ха-ха. Так, голубую девочку до сих пор нужно убить. Ее еще никто не убил до меня. Это хорошо. Потому что я знаю свою цель. Я знаю пароль. Так. Это не она только что здесь улетела на транспорте. Надеюсь, что нет. Фу. Шесть игроков. Игра становится все поднее и поднее, ребятки. Очень опасно. Очень опасно. Надеюсь, меня что-то не завалят. Потому что три трупа просто лежат в одной точке. Какая-то братская и сестринская могила. Три игрока. Все, три игрока. Каждый из нас хочет убить друг друга. Все просто. Тут один умирает, и остальные двое выигрывают. Все просто. Все сейчас предельно просто. Где-то эти двое. Один здесь спереди. Кидаю в него нож. И... Почему он не умер? Почему ты не умер, парень? Почему ты не умираешь? Надо валить, надо валить, надо валить, надо валить. Где он? Да! Отлично! Я его завалил. Победа! Победа, ребятки. Ну что ж. Вот здесь вот как-то... Но он пролагал. Он странно пролагал. Мне кажется, у чувака просто зависло. И поэтому ему не повезло. Но... Можно сказать, что это просто я такой скилловый. Ну все, три убийства. Опять же, три убийства это не так много. Средничок такой. Вот тут яхта. Тоже неплохая карта. Здесь тоже какие-то эвенты происходят. Типа там молнии начинают бить в палубу. Но это очень странно. Лучше бы к нему-нибудь акулу нападали. Было бы поэффектнее. Можно было бы сказать, типа... Акулы-убийцы нападают. Все зайдите внутрь... В этой... Внутрь яхты. Было бы прикольно. Так, ну что ж. Тоже моя цель. Тоже моя цель. Может этот парень в белом? Может быть этот парень в синим? Нет, девочка. Какая-то девочка. Она затопила вообще все снизу. Видите, все затопило. Чувак, в черном не моя цель. Кстати, я могу сейчас... Это не эта девочка в случае? Да, это она. Я ее убил. Красиво. Теперь девочка в красном. Так, кстати, можно сейчас удар здесь поделать. Кучу золота дадут. Клик. Так, нужно... Еще набить, еще набить. 14 секунд. Оп-оп-оп-оп-оп. Мини-игра, мини-игра. Хочу много золота. Ой, мой убийца здесь рядом. Нет, они меня сейчас убьют. А-а-а-а! Эта девка меня убила! Оставалось еще 6 секунд. Ладно, давайте последнюю карточку, ребят, сыграем. Все, не надо играть в эти мини-игры на палубе. Я просто думал, вдруг меня мой убийца не надет. Я могу спокойно постоять, подобывать себе монетки. Добуду себе на лук. Но нет, не прокатило, не портануло. За 15 секунд надо стоять. Долговато. Сделай бы хотя бы 10 секунд. За 15 секунд. Хочу ли я внизу тусусь, и все сразу же тебя убивают. Ну, круто. Так. О-о-о! И моя самая любимая карта с летающими кактусами. С летающими кактусами. Да, моя самая любимая карта в стиле дикого-дикого запада. На стриме я недавно такую классную штуку здесь устроил. Когда был на игробиле, ну вы, наверное, помните, если были на том стриме. Наверное, помните. Теперь мне нужно убить рыжего. Рыжего парня. Где же он? Я его пока не вижу. А вот, он вон там в толпе стоит. Кто-то меня пытается убить рядом со мной. Вы же знаете мой убийца или нет? Мой убийца. Кто же должен меня убить? Я должен до сих пор рыжего убить? Но я же кого-то убил. Я, видимо, убил своего убийцу. Мне отдали новую цель. Теперь стал новой целью кого-либо там. Рыжий до сих пор жив. Бам! На ход стрельнул. Красиво. Слушай, мне этот белый меня пытается убить. А мне нужно кого убить. Теперь фиолетовую бабу. Это я там сверху стою? Давайте-ка туда кинем. Нет, это не она была. Черт, это не фиолетовая баба. Ну да, она чуть-чуть фиолетовее, чем та. Я на основе бегал мой убийца. Теперь его нет. Три игрока остаются. Что? Победа? Гуд гейм. Боже, за меня всю работу сделали. Отлично. Ну что ж, в принципе, на этом все, дорогие друзья. С вами был Демастер. Вот так мы сегодня поиграли в Мардер Мистере. Спасибо огромное за просмотр. Поставьте лайк, если вам понравились наемники, ассасины. Да. Ну а в этом мы с вами прощаемся. Спасибо, ребятки. Всем удачи и всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok